Крупнейшие работодатели Красноглинского района два предприятия. Группа компании «Электрощит ТМ Самара» и Ассоциация делового сотрудничества «Электрощит». Некогда они были одним целым, но и сегодня продолжают вместе заботиться о социальной инфраструктуре поселка Красная Глинка и о комфорте местных жителей. Большинство наших сотрудников живут здесь, и у них проблемы и вопросы здесь, в районе. И я думаю, что взаимодействие, разговор – это очень важно между нашим предприятием и городскими властями, местными властями. На встречу с коллективами обоих предприятий приехал глава администрации Самары Олег Фурсов. Заводчане от первого лица смогли узнать об изменениях, которые происходят в городе. В частности, о реформе местного самоуправления. Меняется структура городской власти, благодаря чему сама власть становится ближе к народу. Избранные районные советы и администрации, которые получат дополнительные полномочия, смогут оперативно решать насущные вопросы, волнующие горожан. Впервые за многие годы пришли к тому, что район будет в собственный бюджет. Сейчас определены два вида налогов. Это 50% от имущественного налога район будет собирать и 10% от земельного налога. Будет прямая заинтересованность главы района в сборе в полном объеме налогов, которые переданы в район. Ощутить первые результаты проводимой реформы местного самоуправления можно уже сегодня. В микрорайонах уже работают общественные советы, которые эффективно трудятся над решением проблем. В ходе встречи сотрудники могли задать интересующие их вопросы Олегу Фурсову. Они касались как благоустройства района в целом, так и локальных проблем. На первом квартале возле 12-го дома у нас есть маленькая детская площадка. Она маловато для такого дома, тем более там строятся рядом еще дома. И тут же к ней прилегает плотно-плотно непонятная автостоянка. Есть определенные нормы, которые не позволяют около детских площадок организовывать такие объекты. Если это выделено незаконно, мы отменим. Если это самозахват, мы людей накажем и заставим все это демонтировать. К несанкционированным автостоянкам сейчас особое внимание, отметил Олег Фурсов. Только в этом году уже узаконено более 80 стоянок. Всего же в Самаре их зафиксировано порядка 380. Из-за того, что эти парковки работают в тени и не платят налоги, город ежемесячно теряет до 30 миллионов рублей. Увеличивать доходную часть городского бюджета – одна из главных задач городских властей. Активная работа ведется и по другим направлениям. Так, в текущем году значительно пополнился парк общественного транспорта и спецтехники. Удалось найти эффективный способ борьбы с недобросовестными управляющими компаниями. Не сбавляет своих темпов ремонт и реконструкция дорог. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова